Приветствую вас, дорогие друзья! А что вы знаете о правдивости новостей, которые вы читаете и анализируете, и о том, на чем они действительно основаны? Основаны ли они на научных данных, или это просто какие-то выдумки? Сегодня мы поговорим с вами об этом. Итак, дикие слоны забрели в китайской провинции Нюнань в винограднике и выпили там все вино. Во всяком случае, так описывается в некоторых новостях о том, что они уснули, легли спать, напившись, также разрушив дома, которые есть у местных жителей и много чего другого. Далее Криштиану Роналду, благостный футболист, он предоставил свои отели в Португалии на создание новых мест для больных коронавирусом. Но далее уже мы видим часть новостей о том, что это была фейковая новость, она неправдивая. Кто-то просто решил так кого-то распиарить. Что же, давайте затронем тогда тему истинности. Что такое правдивость, истинность в тех информационных источниках, которые мы черпаем? Насколько им можно доверять действительно, основываясь на истинности данных? И копнем мы философию. В философии есть четкое понятие, что такое проблема истины. И есть достаточно простой, с одной стороны, пример, как это можно объяснить. Итак, классическая механика, ее законы, можно ли их считать истинными? Да, их можно действительно считать истинными, но только на уровне макромира. На уровне микромира данные законы классической механики уже являются не истинными. Для микромира истинными будут законы квантовой механики. Такое вот определение, что нам говорит сама основа философии. Если вы занимаетесь распространением данных, которые вы не проверили, не знаете, как проверить, откуда они взяты, и данная информация распространяется по соцсетям благодаря вам, то здесь могут быть негативные последствия лично для вас. К примеру, есть ряд стран, включая Российскую Федерацию, в которой уже вводятся законы и нарушения за какие-то фейковые, распространение фейковых новостей про пандемию, которая может способствовать распространению других, более негативных явлений на целые массы, на целый народ. И поэтому, прежде чем использовать какую-то информацию, давайте будем более здраво мыслить и анализировать то, что мы читаем. К примеру, давайте возьмем, уже появились новости о том, что в Китае есть первый случай смерти от хантавируса. Также некоторые источники пишут, что от него нет никакого лекарства. Да, действительно, есть те, которые описывают не совсем так. К примеру, хантавирус – это уже та группа вирусов, которая давно изучена, есть даже вакцина. Данный вирус может передаваться от укусов грызунов, мышей, крыс. Но это уже изученный ряд вирусов, и как болезнь, как заболевание мы умеем уже лечить его. Поэтому говорить о том, что нет лекарства на фоне того, что сейчас происходит в мире с коронавирусом – это просто некое кощунство и тот факт, который многих людей может приводить в какую-то новую панику. А паника, она всегда может способствовать развитию негативных социальных явлений, экономических явлений и много чего другого. Для того, чтобы быть более бдительным, давайте будем просто искать хотя бы в гугле «fake news about coronavirus» или же по-русски «фейковые новости про коронавирус». Есть очень много данных свежих, где идет опровержение того, что вы узнали. То есть, хотя бы вы видели какой-то заголовок, прежде чем вы действительно возьметесь за то, чтобы данный источник был правдивым, истинным, возьмите хотя бы в гугл, вбейте и посмотрите, нет ли опровержения конкретно на данный заголовок. Этого будет достаточно, чтобы понять, действительно информация была правдивая, либо есть те, кто уже сомневаются в этом, есть аргументы в пользу сомнений. К примеру, сейчас уже израильские ученые пишут, что вот-вот и им осталось совсем немножечко, чтобы изобрести вакцину от коронавируса. Но есть другие ученые, которые говорят, что невозможно за короткий срок четко определить, что данная вакцина будет действительно рабочей, спасать жизни, спасать людей. На это нужен больший срок. И экспериментально подвергать себя риску использования вакцины, которая была произведена на быструю руку, тоже может быть вполне проблематичным. Далее, теперь вернемся конкретно к научным данным. Есть такая проблематика, как научные данные, которые публикуются в научных журналах, проходят строгий отбор, строгий процесс рецензирования, но при этом далее они попадают в более медийные СМИ, более популярные издания, и там уже данная информация полностью перекручивается. В качестве примера я оставлю ссылку. Есть интересная статья. Исследователи проанализировали 520 научных публикаций и то, как данные из этих публикаций были потом интерпретированы в медийные источники информации. В качестве примера возьмем научную статью. Это было исследование о том, что лабораторным мышам вставили мозговые импланты, которые позволили им действительно на четвертый день обучиться видеть источники инфракрасного излучения. Эта статья была опубликована учеными из медицинского центра университета Дьюка в США Journal of Neuroscience, журнал о нейронауке. Это оригинальный источник. Далее, эта информация уже в ресурсе New Scientist была немножко интерпретирована. Действительно, тут было указано, что исследование проводилось на мышах. Но далее уже идет информация о том, что данные импланты могут использоваться человеком, который будет создавать ему новые суперспособности уже. И апогей интерпретации произошел на британской издании Daily Mail, ее электронная версия Mail Online, где данная статья уже была полностью исковеркана, интерпретирована в то, что человек станет супергероем благодаря тому, что провели ученые в данном исследовании. И такие мозговые импланты дадут им новые способности к скрытому видению. Здесь идет речь именно об этом. Также, что касается коронавируса, сейчас существует уже сотня, либо даже тысячи научных исследований на данную тему, конкретно про коронавирус 19-20 годов. Но что такое ретракция научной статьи? Если вкратце, здесь в этом видео, то ретракция – это когда вы видите научную публикацию, либо это ваша публикация, но далее эта публикация удаляется. Она технически удаляется, она остается индексированной в различных базах данных, куда входит научный журнал, но при этом ей ставится эпиграф того, что статья ретрагирована, то есть на английском the article is retracted. И в качестве примера вы видите картинку из журнала The Lancet. Это очень маститый и крутой журнал, но здесь уже есть статья под эпиграфом Retraction, то есть она уже ретрагирована. И большой проблемой является то, что многие подобные статьи, которые не несут какой-то правдивой информации, либо то исследование, которое в них описывается, оно… его нельзя воспроизвести, оно уже… такое исследование может быть процитировано в других исследованиях, в других источниках, то есть идет какое-то ложное цитирование неистинного, неправдивого источника научной информации. Это большая проблема научного мира, о ней мы более детально также поговорим в других видео. Что ж, дорогие коллеги, ученые, друзья, будьте бдительны, будьте осознанны, ищите только правдивую, корректную, истинную информацию, проверяйте ее максимально возможными путями, для того, чтобы у нас было чистое информационное пространство, очищенное от такого текущего понятия, как инфодемия, которая свойственна пандемии, либо эпидемии. И вся команда БигТайм будет всегда рада вам помочь в любых вопросах, а также держать вас в курсе о том, какой действительно должна быть научная информация и в целом мир научных публикаций. Спасибо, и до новых встреч, новых интересных видео. Субтитры создавал DimaTorzok